На площадь перед Барненбургскими воротами днём воскресенья собрались несколько тысяч человек. От школьников и студентов до пенсионеров, мужчины и женщины, одиночки и пришедшие группами. Особенно много семей с детьми. Демонстранты пришли с радужными флагами, самодельными транспарантами, красными знаменами. Выступающие перед ними на сцене активисты говорили о немецкой мечте, в которой, как и в американской, должно быть место для людей любого происхождения. Толпа скандировала «Нет антисемитизму», «Берлин ненавидит АДГ» и другие лозунги. Я сам переехал в Берлин по учёбе. Решил сегодня прийти, прежде всего, из любопытства. Посмотреть, сколько людей соберётся, какая тут будет атмосфера, ну и так далее. Конечно, мне очень не нравятся альтернативы для Германии. Поэтому я пришёл на эту акцию сегодня. Точнее, мы пришли с моими женой, братом и сыном. Я считаю, что сейчас самое важное — это показать, что большинство немцев не поддерживают идеологию АДГ. Я пришёл, потому что считаю, что АДГ — это реальная угроза нашей демократии. Её структура даёт возможность куче самых разных правых экстремистов самоорганизовываться со всеми вытекающими последствиями. Поэтому закрытие этих структур, я считаю, будет шагом обратно в сторону нормальной демократии. Я здесь из-за давления со стороны правых. Мы не должны позволить им стать ещё сильнее. Все прогнозы на будущее сейчас выглядят очень пугающе. Поэтому я сегодня здесь. Всё просто. Я здесь, так как не хочу, чтобы АДГ получила какое-либо политическое влияние в этой стране. Предыдущая акция за запрет альтернативы для Германии в Берлине, также организованная движением Fridays for Future, прошла 12 января и собрала около 500 человек. По нескольку сотен на днях выходили и на сходные демонстрации в Дюссельдорфе, Гамбурге и Дуйсбурге. За запрет АДГ уже высказалась сопредседательница социал-демократической партии Германии Заския Эскин. По её мнению, представление о том, что внутри альтернативы есть лишь какое-то радикальное крыло, уже устарело. И сейчас нужно говорить о радикализации всей этой партии целиком. А вот лидер оппозиционного христианского демократического союза Фридрих Мерц выступил против запрета. По его мнению, юридическая процедура в любом случае затянется на годы и лишь придаст АДГ дополнительной орёл мученице. Усомнился в необходимости запрета и федеральный президент Франк Вальтер Штайнмайер. Процедура запрета какой-либо политической партии или движения как антиконституционного в законах ФРГ настолько сложна, что за всю историю страны её удалось довести до конца лишь дважды.